Помимо итогов Дня Республики, на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства обсудили и цифры, которые характеризуют социально-экономическое развитие региона с начала года. Индекс промышленного производства в январе-мая 2019 года составил 101,8%. Объем отгруженной продукции – 99 миллиардов рублей, с плюсом на 16,1%. Самый большой рост отмечается в машиностроении. Есть небольшое снижение в электротехнической отрасли. Но ситуация к концу года должна измениться. Электротехнические предприятия сегодня работают по корректировке своих проектов в связи с переводом части энергообъектов на цифровое оборудование. Значит, в перспективе заказы будут увеличиваться. На постепенное восстановление положительного значения индекса производства в электротехнической отрасли по итогам года повлияет рост производства на улкоемка электротехнической продукции для высокотехнологичных секторов экономики. Заказы у предприятий есть, они выполняются. Индекс производства улучшится к 9 месяцам этого года после оплаты основных заказов по крупным проектам. Один из ярких примеров – Чебоксарский электроаппаратный завод. Здесь завершили сборку первой в России мобильной цифровой подстанции. Другие предприятия электротехнического кластера тоже не отстают. Номенклатурную линейку расширяет коллектив НИР «Промэлектро». Аналогов ряда продукции в России не производится. Группа компаний «Хевилл» завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске. Масштабные работы по расширению действующей производственной линии были проведены при поддержке Федерального фонда развития промышленности и фонда развития моногородов. Члены совещания обсудили и поступление в бюджет республики. Доходы консолидированного бюджета составили 25,3 миллиарда рублей. Из них собственные доходы – это 15,3 миллиарда рублей. Безвозмездное поступление из федерального бюджета – 7,8 миллиардов рублей. Что касается исполнения республиканского бюджета, эти параметры представлены на слайде. Это 12,3 миллиарда по собственным доходам, 7,8 миллиарда по поступлению из федерального бюджета. В целом доходы консолидированного бюджета выросли на 17,8%. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Валерий Резюков, Республика.